Ведущими вебинара выступит куратор проектов логистического направления компания «Эксилот» Чувардаева Мария и менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Эксилот» Наталья Чичетенко. Передаю слово Марии. Да, коллеги, добрый день. Для начала хотелось бы несколько слов рассказать о компании «Эксилот», которую мы представляем. Компания существует на рынке с 1998 года и наша основная компетенция – это внедрение решений по автоматизации различных разрезов деятельности компании. От управленческого до оперативного учета, от IT-консалтинга до сопровождения. Многие наши решения ориентированы на потребности крупного бизнеса, поэтому в нашем портфеле есть решения для сложных информационных систем. Это работа с нормативно-справочной информацией, это документы обороты, это консолидация отчетности, это работа с высоконагруженными системами, это работа с RFID-технологиями. Но, однако, на протяжении уже многих лет основное направление деятельности нашей компании – это логистическое. То есть это внедрение системы автоматизации для управления складом и транспортом, внедрение проектов под ключ. Соответственно, сегодняшняя тема посвящена одному из наших программных продуктов – 1СММС «Логистика управления складом» предназначена для крупных высокоинтенсивных складов. Хотелось бы рассказать предпосылки развития и создания продукта. С чего мы начинали? За последние несколько лет изменились потребности рынка. И все чаще клиентов обращаются, по сути, целевые клиенты, такие как крупные высокоинтенсивные склады, ставящие перед собой задачи, требующие решения высокого уровня. То есть, если раньше в основном обращались клиенты, которые в рамках внедрения проекта автоматизации склада ставили перед собой решение таких задач, как сокращение потерь, снижение зависимости от человеческого фактора, повышение точности учета товара. Сейчас задачи несколько иные. То есть, как говорится, в квантовой физике вступают другие законы. И, исходя из данных предпосылок, была создана 1СВМС, логистика управления складом, где, в общем-то, четкость и стабильность процессов является залогом качественной работы любого склада и, собственно, дает возможность достичь высокого уровня автоматизации. А какие же задачи и требования, в общем-то, стоят перед высокоинтенсивными складами? Ну, во-первых, это обработка большого объема заказов. То есть, когда речь идет о высокоинтенсивных складах, мы здесь имеем дело с большим объемом заказов, которые, в общем-то, с внедрением ВМС должны быть увеличены в обработке, либо, в общем-то, должна быть повышена пропускная способность склада. Высокая сложность управления персоналами задачами – это, в общем-то, одна из ключевых требований, которые ставятся в рамках внедрения системы на высокоинтенсивных складах. В частности, наличие сложносоставных бизнес-процессов, когда каждая операция может состоять из нескольких шагов, выполняемых разными сотрудниками с разным оборудованием, которое привлекается, в общем-то, для их выполнения. А также задача, ну, тоже, в общем-то, важная – диспетчеризация задачи управления складом в общем, как единым целом. Плюс ко всему, изменились подходы к разработке в новой версии платформы 8.2, что, в общем-то, также дало много преимуществ в решении 1С ВМС логистик управления складом. Значит, сама система 1С ВМС – это новая редакция, то есть, как многие знают, есть еще у нас в портфеле решения редакция 3.0, 1С Логистик управления складом. Это новая принципиальная редакция, разработанная с нуля, то есть, это не логическое продолжение предыдущей версии. Разработана на технологической платформе 1С предприятия 8.2 полностью в режиме управляемых приложений. Ну и, соответственно, предназначена для автоматизации управления задачами по обработке входящего-восходящего внутренних потоков товара на складе. По сути, система предназначена для управления складом в режиме реального времени и ориентирована, в свою очередь, на высокоинтенсивные склады. В общем-то, все те потребности и требования, которые связаны были с изменением тенденциями, мы постарались воплотить в данном решении, и, в общем-то, родился такой продукт – 1С ВМС Логистика для интенсивных складов. В общем, на наш взгляд, полноценное управление складом возможно только при использовании мобильных технологий, таких как использование терминалов сбора данных или голосовых технологий. В общем, в Индии использование радиотерминалов позволяет получить ряд преимуществ, причисленных на данном слайде. Это и повысить стоичность исполняемых задач, это и сократить время на обработку складских задач, задача, соответственно, сократить ошибки. И, в общем-то, позволяет контролировать работу склада в режиме онлайн. Поэтому в концепции системы основной штатный режим работы системы – это без операторов склада. Основные задачи создаются автоматические системы, либо из окна терминала, и обрабатываются, соответственно, также с помощью терминала сбора данных и непосредственно исполнительными, ковладовщиками, контролерами, инвентаризаторами и прочими людьми, которые работают непосредственно в полях, в склад. Бумажная технология в концепции системы используется ограниченно, может использоваться в качестве резервной технологии. То есть основной набор – это именно работа с терминалами сбора данных. Для обеспечения скорости обработки складских задач мы ушли от документарного подхода, стандартного для ледники продуктов 1С. То есть это, в общем-то, основа, концепция, система, которая была разработана. Теперь основная сущность системы – это единичные складские задачи. Задачи в общем виде – это любое действие с товаров на складе. Это может быть перемещение товара из одной точки в другой, это может быть инвентаризация или пересчет товара в ячейке, это может быть контроль качества единичного товара или группы товаров. Задачи, в свою очередь, могут группироваться в общий поток или очередь задач. В общем, в системе так и называется – рабочий поток. То есть это некая сущность, в которую на терминал сбора данных исполнители попадают по задач, по настроенным правилам. Правила группировки задач в рабочей потоке, они, в общем-то, многообразные. Можно группировать задачи, например, в зависимости от использования техники. То есть задачи, например, высотным штабеллером отделять в отдельный рабочий поток, работу с тележками и с зоной штучного отбора в другой рабочий поток. То есть некое деление по технологическим зонам и по типу используемого оборудования. Либо, например, мы можем делить задачи в зависимости от квалификации складских сотрудников. Например, работу с товаром, у которого высокая стоимость, с дорогостоящим товаром, мы не позволяем обрабатывать кладовщикам только что пришедшим на работу, то есть неопытным. Для обработки складских задач с помощью терминала сбора данных разработан мобильный клиент WMS Mobile. Он разработан на C-Sharp, то есть это не 1С, подключается к информационной базе 1С посредством веб-сервиса. Для работы радиотерминала используется операционная система Windows Mobile и Windows CE. По сути, само приложение, сам мобильный клиент, он не содержит никакой бизнес-логики. Все алгоритмы обрабатываются непосредственно в базе, информационной базе 1С. Он является лишь некой оболочкой интерфейсной, которая вводится на терминал сбора данных, с помощью которой, в общем-то, можно выполнять складские задания. Вся логика зашита в информационной базе 1С. Далее хотелось бы рассказать о функциональных особенностях программного продукта. Ну и, в общем-то, как основа, это вариант организации топологии склада. В общем виде вся та топология, которая реально на складе присутствует, должна быть отражена в информационной базе. То есть все эти наборы взаимосвязанных зон, ячеек, проездов, помещений, они должны наносить свое отражение в информационной базе. В системе, в общем-то, эта вся информация хранится и, исходя из текущей топологии, вводится, используется при обработке складских задач. Настраивается взаимодействие зон относительно друг друга. То есть реализована работа с так называемыми буферными и транзитными зонами. Когда, например, у нас для прохождения товара от момента приемки до момента конечного размещения, товар должен пройти какую-то некую промежуточную буферную зону. Например, размещение на мезонин. В этом случае товар из зоны приемки сначала должен быть размещен в некую транзитную зону возле мезонина. Дальше специальной техникой, либо каким-то другим способом, должен быть поднят наверх мезонина и размещен в конечную ячейку хранения. То есть это так называемые многошаговые перемещения через транзитные зоны, которые могут обрабатываться с помощью системы. Также интересная вещь – это задание координат мест хранения. То есть в каждой ячейке каждого места хранения мы можем задать координаты расположения и в соответствии с этим учитывать расстояние ячеек относительно друг друга. Этот механизм нам помогает решать разные задачи. Например, построить алгоритм размещения таким образом, чтобы товар размещался в зону или в набор ячеек, расположенных максимально близко к зоне отбора. Либо получать задание на обработку колдовщику, которое находится в зоне ближе, например, к той текущей задаче, которую сейчас необходимо выполнить. Например, колдовщик у нас находится в зоне узкопроходных стеллажей, а на текущий момент у нас в системе сформировано задание на отбор из этих стеллажей. Соответственно, эти задания по его местоположению могут быть переданы сотруднику в первую очередь. То есть тому сотруднику, который находится к ячейке ближе всего. Также реализована работа с набивными стеллажами. Когда у нас хранение набивное, либо хранение штабельное, и в этом случае мы можем отбирать из ячейки палету с товаром, который находится ближе всего к нам. То есть не выгребать все, что находится где-то вдали, а брать близлежащую палету с товаром. Но это при условии, конечно же, что товар однотипный. Что касается учета номенклатуры. Во-первых, реализован учет товара в разрезе дни с хранения. То есть в системе хранятся различные типы упаковок. Штуки, коробки, коробки с нефиксированным весом. То есть когда у нас в рамках одного артикула приходит коробка с наиболее, каждый раз с разными весовыми параметрами. Сегодня, например, пришла коробка 1,7, завтра, соответственно, там тоже самый товар с разницей диапазона, там плюс-минус какое-то количество грамм. Реализован контроль качества товара в разрезе различных вариантов качества, кондиция, брак, повреждения упаковки. В общем-то, это справочник, если говорить по нему ДНС, который может содержать в себе разные значения качества, которые используются на нашем складе. При обработке складских задач, размещении, отборе товара, учитываются весогабаритные характеристики как самого товара, так и палеток, в которые товар размещен. В системе может ввестись норматива укладки на палет, количество слоев, высота слоя, и в соответствии с этим мы можем контролировать размещение товара, вернее, палета с товаром по высоте. Также реализован учет по оборачиваемости товара, по АБЦ-классификации. Мы можем выделить наиболее оборачиваемый товар, менее оборачиваемый товар, и, например, какой-то сезонный товар низко оборачиваемый. В соответствии с этим мы можем выделять какие-то конкретные зоны для размещения того или иного товара. Система будет распределять, в зависимости от оборачиваемости, выделяет нужное количество зон. Далее хотелось бы несколько слов сказать по учету контейнеров. В общем-то, хранение товара в ячейках реализовано, прошу прощения, реализовано в разрезе контейнеров. Контейнеры – это некие идентифицированные носители товара. Это может быть палета с товаром, это может быть какой-то ящик, это может быть короб, в котором расположен товар. То есть это все, в общем-то, в чем хранится товар и может по складу перемещаться. В общем, видите, это палета с товаром. На контейнер, как правило, клеится некий идентификационный номер, то есть это этикетка со штрих-кодом и с номером контейнера, и в дальнейшем учитывается по складу. То есть для, например, перемещения товара нам не обязательно в данном случае сканировать товар, мы можем лишь отсканировать штрих-код контейнера и, в общем-то, выполнить перемещение контейнера с товаром. Контейнеры в системе формируются на этапе приемки или на этапе отгрузки, либо отбора. То есть на этапе приемки, когда мы контролируем, принимаем товар входящий, на этапе отбора или отгрузки, когда мы какой-то, например, коробочный товар или штучный отбираем на палету, либо в какой-то там сборный короб, мы также можем сказать, что это для системы является контейнером и, собственно, уже отгружать его как единое целое. Несмотря на вот эту некую объединяющую сущность товара в контейнер, товар может отбираться из контейнера поштучно. То есть если нам необходимо отобрать товар из конкретного контейнера, мы можем изъять этот товар и, соответственно, отобрать какое-то требуемое количество штук. Контейнеры, в свою очередь, могут консолидироваться в так называемый мастер-контейнеры на этапе отбора либо упаковки. Например, когда у нас есть сборный короб, в котором мы сложили в результате отбора штучный товар, запаковали, промеркировали, сказали, что этот короб идет, например, в зону упаковки. Дальше сборные короба еще раз укладываются на палет для отправки, например, крупногабаритным транспортом. В соответствии с этим мы можем палеты, на которые уложены сборные короба, также промеркировать и сказать для системы, что они являются мастер-контейнерами. И уже загружать в транспортное средство, опять же, единым блоком, то есть попалетно, не пересчитывая уже количество сборных коробов. В системе ведется контроль состояния контейнеров, то есть мы можем контролировать их в разрезе статусов. Например, доступен контейнер сейчас для обработки складских заданий, либо он заблокирован, то есть его нельзя использовать. Но это, в общем-то, речь идет о контейнерах на этапе отбора. Что касается входящего потока товаров. Для каждого поставщика товара, либо для склада в целом, могут быть заданы стадии приемки товара. То есть, по сути, это некая цепочка движения товара на этапе приемки. От ворот, то есть где мы товар приняли, до конечного места размещения. Стадии приемки, они задаются в виде такой блок-схемы, который вы можете видеть на данном слайде, в которой отражаются, в общем-то, этапы, которые должны, должен пройти товар на этапе входящего потока. Ну, например, требуется ли предварительная приемка, пересчет и маркировка грузовых мест у ворот. То есть, когда, например, мы хотим быстро принять товар и отпустить водителя, мы можем не детализировать товар по товарному составу, то есть не пересчитывать его, а принять просто по количеству мест, по количеству палет, промаркировать их и отпустить водителя с документами. Соответственно, дальше уже эти предварительно принятые палеты могут детализироваться. Мы можем их проверить, распаковать, проконтролировать, пересчитать по количеству коробов, ввести дополнительные параметры, такие как срок годности товара, партии, серийные номера и уже впоследствии размещать. Мы можем принимать товар в доверительном режиме, так называемой функции доверительной приемки, реализованной в системе, но в общем виде это обычно используется, когда склад находится при собственном производстве, когда у нас есть примыкающая территория, в которой палеты с товаром приезжают на склад из производства, уже промаркированные какой-то этикеткой со штрих-кода, которые содержат всю информацию о товаре. И нам не нужно детализировать товарный состав. В этом случае мы можем просто отсканировать штрих-код палеты и собственно без пересчета принять товар на склад. По итогам приемки может быть выполнен контроль приемки, то есть это некая проверка вновь пришедшего товара. То есть мы пересчитали его, переняли по количеству и качеству и хотим еще раз проконтролировать и пересчитать. Это может быть, например, выполнена операция избрана каким-то старшим кладовщиком в зоне приемки, либо на все поставки в целом. Ну и наконец маркировка товара, то есть дополнительная маркировка. Если вдруг у нас обнаружен какой-то товар, на котором отсутствует штрих-код, мы можем его промаркировать. Вот эти цепочки, они настраиваемы. Как я уже сказала, они могут быть разные и назначены для разных поставщиков товара. Например, кому-то мы доверяем и соответственно выполняем доверительную приемку, кому-то не доверяем и пересчитываем по количеству и качеству. На любом этапе приемки мы можем провести планфактный анализ приемки, то есть сравнить, что ожидалось к приходу и что по факту было принято с помощью соответствующих отчетов. Также мы можем проследить этапы прохождения приемки по цепочке, то есть некий процент выполнения приемки до момента размещения. Что касается самого размещения, значит, после того, как товар принят, его необходимо разместить, назначить ему конкретный адрес для размещения. Стратегия и правила размещения задаются в системе в пользовательском режиме по множеству критериев. В общем-то, критерия выбирается пользователем самостоятельно и настраивается в зависимости от бизнес-процесса в складе. Все варианты стратегии размещения, в общем-то, перечислить, на мой взгляд, очень сложно, их великое множество. Здесь на слайде у меня проведены такие наиболее часто встречающиеся стратегии размещения. Например, мы можем размещать товар сначала в зону хранения, то есть куда-то на верхний ярус из стеллажей, далее пополнять зону отбора или зону ближнего бофера, то есть зону, в которой товар, то есть которая выделена для скорейшей подпитки товара. Либо наоборот, при размещении мы сначала анализируем, требуется ли пополнение зоны отбора, если, соответственно, не требуется, размещаем товар в зону хранения куда-то наверх. Размещение может производиться как целыми контейнерами в понятии системы или целыми палетами, либо с раскладыванием в зоне отбора и хранения. То есть мы можем взять из зоны приемки целую палету, например, смиксованную палету с разными артикулами, и уже распределять этот товар по зоне отбора, выделенной для данного товара. Мы можем размещать с использованием оборачиваемой, анализ оборачиваемости по АБЦ классификации товара, то есть с учетом этого параметра. Планирование размещения, в общем-то, тоже может запускаться как в момент, когда взята палета для размещения. В общем-то, этот вариант достигает наиболее оптимального размещения с той точки зрения, что мы всегда знаем на текущий момент состояние склада. То есть система не заранее планирует размещение, а вот в этот текущий момент, когда, в общем-то, кладовщик или водитель речстрака взял палету для размещения. Либо мы можем планировать размещение по факту завершения каждого контейнера принятого, ну или каждой принятой палета. Либо мы можем планировать размещение по факту завершения всей поставки в целом. Если наш склад позволяет сначала выгрузить всю поставку, далее, собственно, спланировать размещение, можем поступить следующим образом. Реализован функционал размещения через транзитные ячейки, о чем, в общем-то, я тоже в начале этого рассказа упоминала. Когда мы можем размещать товар через какую-то промежуточную зону, например, размещение через мезонин или размещение, когда у нас речь идет о многоэтажном складе, то есть размещение через лифт. И зоны ответственности этажей, соответственно, разделены между сотрудниками. Таким образом выглядит вариант размещения с помощью терминала сбора данных. Интерфейс настраиваемый, то есть шрифт, размер, цвет настраивается. Можно сделать больше, меньше, изменить цвет в зависимости от потребности пользователя. Настраивается шрифт, в общем-то, также под конкретное устройство, то есть это не общая настройка для всей системы. Это может быть настроено под конкретные требования конкретного пользователя или кладовщика терминала сбора данных. Процесс обработки на примере размещения достаточно простой. То есть сначала сканируется штрих-код ячейки, ворот, из которых товар необходимо взять для размещения. Дальше сканируется штрих-код палеты с товаром, если речь идет о размещении контейнера целиком или палеты целиком. Дальше сканируется штрих-код ячейки, куда мы этот товар или эту палету размещаем. Ячейку, соответственно, нам система подсказывает, то есть она говорит, куда положить товар по заранее заданным стратегиям, настроенным в системе. По исходящему потоку товар. В общем-то, в системе также реализован аналог стадии приемки, стадии отгрузки. Это некая графическая бизнес-схема, в которой мы определяем этапы обработки товара на этапе исходящего потока. Например, требуется ли контроль или упаковка отобранного товара как отдельная операция, когда мы свозим отобранные товары в отдельную зону и далее контролируем отдельными сотрудниками либо с помощью терминала сбора данных, либо с помощью отдельного рабочего места с подключенным сканером выполняется контроль. То есть мы контролируем этих сборщиков, которые выполняли отбор товара по заказу. Требуется ли перемещение товара в зону готовых заказов, либо по результатам отбора, либо по результатам контроля упаковки. То есть если у нас есть какой-то временный буфер хранения готовых заказов, мы можем настроить некий дополнительный шаг по перемещению товара в эту зону. Далее контроль уже непосредственно либо у ворот, либо контроль при загрузке в транспортное средство. Либо мы пересчитываем товар у ворот, когда переместился товар в данную зону, либо мы уже контролируем, например, с помощью терминала сбора данных, когда размещаем товар в непосредственно транспортное средство. Настроив данную цепочку, система будет создавать соответствующие задачи по факту завершения предыдущей задачи. То есть, например, мы завершили отбор товара, а если у нас в следующей цепочке должна создаться контроль упаковки товаров, то система автоматически создаст эту задачу, и она уже станет доступной сразу же на терминале сбора данных. Сами задачи на отбор могут консолидироваться и группироваться по, опять же, разным критериям. Мы можем консолидировать несколько заказов, например, волны отбора, по каким-то временным окнам отгрузки. Например, когда у нас есть некий регламент склада, например, сетевые клиенты мы собираем с 9 до 12, с 12 до 3 собираем розницу, с 3 до вечера собираем оптовые заказы. Мы можем назначить в системе некие временные окна, и система будет по данным расписаниям, согласно тому времени, когда заказ должен быть собран, планировать и запускать в сборку товары, объединенные в волну. Заказы могут быть объединены в рейсы по маршрутам доставки, когда у нас есть некий объезд, объездной путь транспортным средством. Мы можем, опять же, эту информацию в МН-систему передать и, опять же, собирать заказы консолидированно по маршрутам. Мы можем группировать заказы в группу отбора для сокращения подходов к однотипному товару. То есть, если у нас, например, в нескольких заказах встречается одна этажная нолкатура, зачастую бывает более выгодно с точки зрения оптимизации сокращения времени сборки собирать эти заказы вместе. Соответственно, в системе эти заказы и эти позиции схлопываются в одну группу отбора и отбираются по единому задачу. Впоследствии свозятся в отдельную зону сортировки и уже рассортировываются по конкретным заказам. То есть, если мы собираем в группе по нескольким заказам, в сортировке разбиваем по конкретным заказам клиента. Что еще можно добавить к обработке по заказам? Какой функционал интересен? В общем-то, все заказы отбираются по заранее заданным стратегиям отбора. То есть, реализован аналог стратегии размещения, стратегии отбора. которые настраиваются пользователям и вариантов стратегии отбора великое множество. Реализована функция кластерного отбора, так называемого. Это отбор по нескольким заказам в заранее подготовленную тару под каждый заказ. То есть, когда мы, например, собираем мелкоштучный товар, готовим под данный товар сразу несколько типов размеров тары, в зависимости от объемов заказа, который нам нужно будет собрать. И собираем сразу же товар в ту или иную тару. То есть, система в результате отбора дает некую подсказку, в какую тару тот или иной товар разложить. Функция группового отбора – это консолидация заказов с последующей сортировкой, о котором я чуть ранее говорила. С точки зрения оптимизации сборки заказов, какие функции система предоставляет? Во-первых, это прогноз планового времени, необходимого на работу по заказу. То есть, когда мы поработаем некоторое время в системе, мы накапливаем некую статистику по заказам, по времени сборки, вплоть до времени сборки каждого этапа заказа. То есть, у нас есть сколько в среднем необходимо на сборку товара, сколько в среднем необходимо времени на упаковку этого товара, сколько на отгрузку, на перемещение, которые подчинены данному заказу. Исходя из этой накопленной статистики, мы впоследствии можем прогнозировать плановое время, которое нам потребуется на обработку того или иного заказа. Имея данное плановое время, и имея в заказе некую дату и время отгрузки, то есть, в то время, когда заказ должен уйти со склада, мы можем автоматически запускать планирование отбора с запасом того времени, которое потребуется на обработку данного заказа. В том числе, мы можем прогнозировать выполнение каждого этапа подготовки заказа. То есть, о чем я говорила. Мы имеем время на сборку, время на упаковку, время на отгрузку, и, в соответствии с этим, можем прогнозировать, сколько в будущем нам потребуется на сборку того или иного варианта заказа. Также система может выдавать подсказки по укладке товара на палету в результате сборки, что актуально для сетевых клиентов. Как многие из вас знают, у сетевиков есть ряд требований, которые необходимо предоставить для упаковки товара и его отгрузки, например, какое-то определенное количество слоев, определенное количество номенклатуры в слое или определенное количество столбов, смешивание номенклатуры в рамках одной палеты, плюс какие-то требования по маркировке товара, то есть определенный скотч использовать, определенный формат этикеток и так далее. Система может позволить предоставить некий набор подсказок для упаковки сборных палет и вывести их на терминал сбора данных. То есть сотрудникам склада не нужно их помнить, они все будут им выведены на терминал при обработке сборного груза. Вариант отбора с терминала сбора данных представлен на данном слайде. В общем-то, опять же, пошаговая, достаточно простая обработка. Сканируется штрих-код ячейки, система отдает информацию, с какой ячейки необходимо отобрать товар, сканируется штрих-код товара, либо штрих-код контейнера, который необходимо отобрать, и вводится количество, которое необходимо отобрать из ячейки. Ввод количество производится либо с помощью клавиатуры терминала, либо мы можем сканировать штрих-код каждой отбираемой коробки. Задачи по контролю товара могут быть обработаны как с терминала сбора данных, так и с помощью стационарного рабочего места с подключенным сканером считывания штрих-кода. Задачи по контролю. Это какие задачи? Это задачи по контролю отобранного товара, упаковки этого товара, это задачи по контролю принятого товара, и задачи по контролю отгружаемого товара. Вот такого рода интерфейсные места, рабочие места реализованы в системе для обработки задач по контролю. Может использоваться стационарное рабочее место, может использоваться планшетный компьютер, опять же с подключенным сканером считывания штрих-кодов. Данный вариант используется, как правило, при обработке мелкоштучного товара, то есть когда с терминалом не всегда удобно обрабатывать операции по контролю. Также система, конечно же, автоматизирует внутренние складские процессы, это различные перемещения, это подпитки зоны отбора, горячие, холодные пополнения, инвентаризация в различных разрезах по ячейкам, по палетам, то есть по количеству палет, которые расположены в ячейках без детализации товарного состава. Это, соответственно, инвентаризация конкретного товара, пересчет конкретного товара в ячейку, это контроль изменения качества товара. Вот с точки зрения учета качества, какой функционал реализован в системе? В общем-то, это по большей части подойдет складам продуктовым и складам, требующих учет по срокам годности. Во-первых, для клиентов можно задать порог остаточного срока годности, например, не отбирать товар, срок годности которого достигает 70% от текущего срока годности. Контролируются сроки годности при приемке, при отгрузке товара, то есть на входе мы выполняем ввод с сроков годности или сканируем штрих-код, если такое имеется, и на выходе, соответственно, отконтролируем, какие сроки годности были отобраны или отгружены. Мы можем задать ограничения по срокам годности для каждой группы товаров. Также в системе реализован удобный функционал оповещения о товаре, срок годности которого подходит к концу. То есть мы можем задать несколько настроек по диапазонам сроков годности и в соответствии с этими диапазонами система будет выдавать предупреждающие сообщения диспетчеру склада о том, что есть такой товар, который в ближайшей перспективе будет испорчен. Диапазон, опять же, диапазон дней, которые необходимо задать с точки зрения стечения срока годности, он настраиваемый, то есть мы сами определяем в зависимости от специфики товара данный диапазон. Сервисные возможности, которые предоставляет система, причисленные на данном слайде, это, конечно же, управление правами доступа, это различные рабочие места по контролю, в общем-то, контролю, мониторингу работы склада, рабочие места приемки, отгрузки, диспетчеры задач, диспетчеры терминала сбора данных, функция ручного формирования задач в случае каких-то отклонений, то есть, в общем-то, по умолчанию система генерирует задания автоматически по набору каких-либо событий, ну, как я уже говорила, завершен отбор, не нужно сделать упаковку, она создает упаковку, или завершена приемка, нужно разместить товар, она автоматически создаст задание на размещение. Но если нам необходимо вмешаться в процесс автоматически, мы можем, в общем-то, эти задачи генерировать вручную. Ну, и, наконец, сервисная функция, такие как печать этикеток на товар, ячейки, персонал, мы можем прикреплять какие-то файлы к плановым, например, документам поставки, ну, как правило, если говорить о ВМС-системе, те файлы могут являться какие-либо сертификаты на продукцию, либо какие-то дополнительные, да, характеристики товара. Управление двором. Ну, здесь стоит остановиться на данном функционале, то есть помимо управления внутрискладскими процессами, приемкой, отгрузкой, там, инвентаризацией, перемещением и так далее, и, в общем-то, управление складов внутри, в онлайн-режиме, система позволяет управлять предскладской территорией. То есть мы можем в системе завести различные модели, и сами транспортные средства, с которыми склад работает, мы можем управлять движением этих транспортных средств на территории склада. То есть как только транспортное средство поступает на склад, мы оформляем пропуск на въезд, или как только оно уходит со склада, мы оформляем пропуск на выезд. То есть возможно организовать некое рабочее место на посту охраны, которая, в общем-то, будет заниматься выдачей этих пропусков. Мы можем автоматически распределять транспортные средства по воротам отгрузки, либо воротам приемки в соответствии с их текущей занятостью. То есть это может система автоматически распределять, либо может распределять некий диспетчер двора, так называемый, с помощью рабочего места, которое представлено на данном слайде. То есть он видит занятые ворота и свободные ворота, и в соответствии с этим принимает решение, куда поставить то или иное транспортное средство. В соответствии с этим мы можем управлять погрузочно-разгрузочными работами, то есть мониторить стадию обработки погрузки или разгрузки транспортного средства по факту завершения, например, принимать какие-то инициирующиеся в системе действия, например, по завершению отгрузки, по факту отъезда транспортного средства со склада и много других полезных вещей. Ну и, конечно же, можем анализировать временные показатели погрузочно-разгрузочных работ, то есть проанализировать, сколько времени нам потребовалось в разрезе каждого транспортного средства и, в общем, по складе, по данным работам. С точки зрения аналитики, в общем-то, многообразный функционал системы предоставляет от простого отчета по остаткам склада в разрезе адресного хранения, в разрезе качества, в разрезе резерва по заказам, до распределения товаров по АБЦ-оборачиваемости в виде диаграмм, в виде простого списка. Мы можем просмотреть движение товаров, то есть каким документом товар был принят на склад, каким отгружен, кем он был обработан. В общем, все перемещения, которые выполнялись тем или иным товаром за определенный период мы можем из системы получить. Проанализировать готовность заказов также мы можем с помощью системы, то есть просмотреть количество заказов, которые сейчас в работе, количество заказов, которые уже отгружаются или, например, загружаются в транспортное средство, количество заказов, которые находятся в сборке, время сборки по каждому заказу, то есть время, в общем-то, по каждой стадии подготовки заказа. Заполненные склады мы можем проанализировать, причем мы можем проанализировать как текущую заполненность склада, так и проанализировать на основании плана поставок, который у нас есть, проанализировать будущую заполненность склада. Мы можем, предварительно имея план поставок от наших поставщиков, сделать вывод о том, вместится ли этот товар на текущие свободные зоны склада, с учетом того, что часть товара будет отгружена по текущим заказам, которые уже есть в системе. Можем проконтролировать план приемки, план отгрузки, то есть сколько ожидалось при ходу, сколько по факту приняли, сколько было заказано, вплоть до конкретного контрагента или покупателя товара и сколько по факту мы отгрузили. По управлению ресурсами, также достаточно мощный функционал в системе реализован. Помимо простого контроля исполнения складских задач, то есть каждой задачей у нас есть исполнители, каждой задачей фиксируется время исполнения задачи, время начала и время окончания, соответственно суммарное время исполнения. Мы можем ввести график складских сотрудников, то есть мы можем в МС-систему указать, по какому графику работает наш склад, по сменному графику, либо по пятидневке стандартной. Мы в связи с графиком и фактическим временем, отработанным каждым складским сотрудником, можем учитывать время работы каждого сотрудника и время его простое, то есть когда он работал, а когда ничего не делал. По показателям различным мы можем посчитать выработку сотрудникам, например, по показателю объема отработанных задач, по количеству отработанных строк, по весу отработанных товаров. Мы можем нормировать складские задачи, причем нормы мы можем установить вручную, если у нас есть такие данные на каждую складскую задачу, либо система автоматически по итогам набора какой-то статистики за определенный период может сама устанавливать, усреднять данные нормы. И в соответствии с этим анализировать фактическое отработанное время по каждой задаче. Мы можем анализировать эффективность, продуктивность работы каждого сотрудника, исходя из графика его работы, исходя из фактического времени отработанного и исходя, соответственно, из времени простого. И имея накопленную статистику, имея плановые документы на вход и выход, то есть на ожидаемое поступление от поставщиков, либо выход из производства и на ожидаемые заказы, мы можем прогнозировать необходимую численность персонала на смену, то есть на следующую смену или на следующий день. Для мониторинга работы диспетчера склада предусмотрено такое рабочее место, которое вы можете видеть на данном слайде. Это набор показателей, которые наиболее интересны диспетчеру склада для анализа текущей работы складского комплекса. Опять же, здесь сведены наиболее важные показатели. Это, например, стадии заказов, то есть какие заказы у нас сейчас находятся в работу, какие там завершаются. Это контроль персонала, то есть его загрузка по зонам, в разрезе зон, в разрезе общей картинки по складу. Это текущая заполненность склада, то есть есть, например, у нас какая-то критическая заполненность показателей, которые задаются в системе. Мы можем проследить, не превышает ли плановое поступление данной критической заполненности. Исходя из этого, сделать какие-то выводы, например, организовать перемещение товара в какую-то резервную зону хранения. Также мы можем посмотреть текущую проблему складского персонала. То есть, если, например, кладовщик подошел к какой-то ячейке и не может товар отобрать из данной ячейки, он фиксирует проблему. Эта проблема высвечивается на мониторе диспетчера. Дальше, соответственно, он принимает решение по данным проблемам. Либо он выделяет какую-то бригаду для проведения инвентаризации, либо сразу же в онлайн-режиме проводится инвентаризация по следам отобранного товара. Ну, в общем, достаточно удобный инструмент для мониторинга работы склада. Также в системе реализован функционал биллинга, учет услуг ответственного хранения. То есть, если мы говорим о складе 3PL, либо о складе, который предоставляет услуги под хранение и обработке товара сторонним поклаждателем, мы можем рассчитать стоимость оказанных услуг. Причем стоимость услуг устанавливается для каждого контрагента или поклаждателя. И по факту обработки складских задач, то есть по факту приемки, по факту размещения, по факту какого-то хранения за заданный период, мы можем рассчитать, сколько нам должны за предоставление данных услуг. Соответствующие отчеты аналитически могут быть переданы в корпоративную информационную систему для выставления счетов нашим поклаждателям. Далее хотелось бы несколько слов рассказать об опыте компании Аксилот в части внедрения на складах высокоинтенсивных. И я передаю слово своей коллеге Наталье Чечетенко. Спасибо, Мария. В портфеле нашей компании более 150 завершенных проектов по автоматизации склада. Компании различных видов деятельности остановимся наиболее подробно на некоторых из них. Компания Раритет – это крупно-нотовый розничный дистрибьютор кормов для животных и продуктов питания. Многие наши клиенты, которые могут здесь присутствовать, на вебинаре, уже были на этом складе, красивом и современном. Склад площадью 15 тысяч квадратных метров, где-то полторы тысячи заказов в сутки он отгружает. Основной задачей проекта была замена старой БМС, которая была самописная и внедрена в компанию, на новую полноценную современную ВМС, которая стала 1С-логистикой управления складом. Что удалось нам добиться после внедрения ВМС-системы? Это, во-первых, автоматизация всех основных складских операций, то есть от приемки до инвентаризации, отгрузки, вызова карщика и других сервисных функций. Это и беспребойно-круглосуточная работа склада, то есть склад спокойно может работать без какого-то администратора, и в моей системе не висит, не тормозит и так далее, что очень-очень актуально для такого склада. Появилась возможность проводить плавающую инвентаризацию, максимально оптимизировано размещение товаров и так далее. И, наверное, как основное преимущество, это то, что сокращена общая численность персонала порядка на 30%. То есть, если ранее на складе одновременно в смену работало порядка 200 человек, то сейчас эта цифра составляет порядка 80-110, но в зависимости от загрузки. Сибирская аграрная группа – это вертикально интегрированный агропомышленный холдинг. Ну, что хочется сказать. Мы автоматизировали склад именно торговый дом. То есть, склад, который по площади небольшой, там 800 тысяч квадратных метров, но он может обеспечивать порядка 2000 заказов в сутки. Склад обрабатывает где-то 30 тонн, но говорят, что до 60 тонн – не вопрос, на системе, и с помощью текущего персонала можно будет отрабатывать без проблем. Что является особенностью? Это, наверное, интеграция с конвейером. Была очень долгая, скрупулезная работа по интеграции и общению именно с западными коллегами, которые поставляли компании «Томский мясокомбинат» этот конвейер. Ну, в принципе, работы завершены, и кому интересно, можно посмотреть на нашем видеоканале на YouTube ролик. И проект вот именно этот признан лучшим проектом по IT в 2012 году. Компания «Олди». Многие знают, это крупнейший дистрибьютор на рынке IT, именно компьютеров, комплектующих оргтехники. Склад круглосуточный, 30 тысяч квадратных метров, порядка 100 тысяч активных позиций номенклатуры, обрабатывает до 500 заказов в сутки, но это как и крупная габаритная техника, да, там телевизоры, мониторы и так далее, так и мелочевка, это маленькие процессоры, мышки и прочее. Что, в общем-то, какие задачи стояли, да, перед нами, когда мы приступали к внедрению системы на данном складе. Раньше компания занимала площадку не слишком большую, не такую по площади, как сейчас, и, по сути, был переезд на новый склад. И нам необходимо было подготовить систему, которая отвечает всем требованиям клиента к переезду. То есть были достаточно сжатые сроки. Сначала мы обкатывали систему, но на старом складе, дальше уже дорабатывали, настраивали, и, начиная там с приемки, запускали систему на новом складе. Сейчас система работает уже больше года. Было автоматизировано 85 мобильных рабочих мест. Одновременно сейчас, в принципе, так и работают. То есть сотрудники, в принципе, с помощью ВМС-системы, то есть они, по сути, не снизили количество персонала, а, наоборот, повысили рост производительности труда, в том числе с введением системы мотивации. То есть мы специально разрабатывали также в рамках проекта систему мотивации, которая, в общем-то, позволила на 15% повысить рост производительности. И компания Сиконтинентал – это логистическая корпорация, представитель Сиконт Ложистикс. Склад тоже порядка 30 тысяч квадратных метров. И мы запускали несколько поклажидателей, то есть систему внедряли для нескольких поклажидателей. Основным из них является компания Никон. Порядка 2000 номенклатурных позиций, половина из которых активных, и до 300 операций в день. Но это тоже могут быть как сами фотоаппараты, так и комплектующие к ним. То есть тут различные также номенклатуры. Автоматизированы порядка 20 рабочих мест, организована печать как гарантийных талонов. И также компания Сиконт Ложистикс сможет выставлять клиентам, используя модуль «Ответ хранения», счета по времени хранения и, соответственно, по объему хранения. А решение о целеобразности присутствия товара на складе принимают сами клиенты и смотрят также соответствующие отчеты в системе. У них есть доступ через веб-интерфейс. Ну, вкратце, если по проектам, то все. Может быть, тогда приступим к ответам на вопросы. Вы пишите нам в соответствующее окошко. Мы будем смотреть и отвечать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...